600 собак и 200 кошек лишь в одном приюте Ласка. Те, кого хозяева не захотели видеть рядом с собой по разным причинам. Может и не основная, но все же отсутствие мест для выгула домашних питомцев в Барнауле. И в старом городе, и в новых кварталах. Их особо не планируют при строительстве. Глава Барнаула пообещал, ситуация изменится. Причем уже в этом году. Строителей будут заставлять делать такие площадки, хотя нормативы не всегда позволяют. Но примеры есть. Лучшие площадки для собак в парке Изумрудный. От этого не уйти, это делать надо. И, конечно, здесь потребуются большие, наверное, какие-то нагрузки, в том числе и на бюджет. Ведь это же все обслуживать надо. Это такая проблема, перед которой все-таки стоит Барнаул. Это не первое. Я сейчас не про площадки, а про обслуживание. Но мы это закладываем, мы это вам обещаем. 22-й год. 22-й год при строительстве мы где-то попробуем. Ну, даже не одно, там, давайте, две-три. Город развивается, правда, строится. Не будут ли перетонсить начало строительства моста на новом рынке? По-прежнему актуальный среди горожан вопрос. Работы начнутся вовремя. В конце мая, сообщил Вячеслав Франк. Обойдутся они в миллиард семьсот миллионов рублей. Ну, мост аварийный. Его пришло время. Мы за ним наблюдаем, каждый день смотрим. Он признан аварийным. Окна для работы, окна тяжелые. Это ночное время примерно с 4 утра до 8 утра. Вот в эти периоды работы должна быть блестяще организована уже работа той компании, которая выиграет на конкурсе. А вот появится ли тоннель под ЖД вокзалом, пока все еще вопрос. Хотя эта идея в свое время многим понравилась. К тому же в 25-м году в Барнауле планируют реконструировать вокзал. Под шумок можно и тоннель построить, предложили журналисты. Так под шумок, я думаю, не выйдет. И вы поможете. Вообще эта идея, если так уж вообще в истории, это отмашки. Он двигал этот проект. Он его Александру Богдановичу показывал. В мае они собираются очень детально поизучать все-таки дороги. Это мой заместитель Федоров, отмашкин, разработчик генплана. Именно вот этот скелет, чтобы у Барнаула появился. Это большая проблема. Одна из самых важных, на самом деле, в генплане. Задали вопросы о застройке площади Сахарова. Новые объекты здесь должны появляться. В том числе и задуманный корпус классического университета, уверен глава. По-моему, появляется интересное здание. Но, по-моему, есть и другое. А студент что должен? На Антона Петрова ездить. Мы же говорим о комфортной городской среде. Мы говорим о том, как сохранить здесь молодежь. А почему надо построить здание на Антона Петрова, а не рядом? Мнение мэра. Площадь Сахарова должна постепенно освобождаться от городских праздников. В том числе от новогоднего городка. Строят его за миллионы рублей, а стоит он меньше месяца. В то время как в другом месте городок может просуществовать гораздо дольше. Пока же на Сахарова появится новая добротная сцена. И 9 мая здесь точно отпразднуют. К тому времени глава города обещал завести аккаунт в соцсетях. Почему он лично там до сих пор не зарегистрирован, тоже пояснил. Можно и погрязнуть. И тогда не смогу же я на сотни вопросов ответить, да? Значит, тогда кто-то сидит и отвечает. Значит, это уже не я. И все же в сетях глава появится. Пообещал, что скоро. А еще уверен, что с журналистами встречаться надо чаще. Это возможность, как и в комментариях, ответить на острые и не только вопросы жизни города и горожан. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.